шалом как относиться к грехам наших духовных отцов и наших физических отцов наших вождей все ли нужно покрывать так как сим и афет покрыли наготу своего отца ноя некоторых общинах вам скажут примерно следующее упаси тебя бог поднять руку на помазанника господня если служитель грешит то только сам бог имеет право каким-то образом разбираться с его грехами потому что бог поставил его на служение а не человек поэтому наше дело в данном случае быть в стороне держаться от всех разбирательств подальше молчать тряпочку если так уж выражаться простым языком а насколько здрава такая позиция об этом сегодняшняя программа выражение поднять руку на помазанника господня встречается нам в истории сложных взаимоотношений двух первых царей израиля шауля русской библии саула и давида шаул начинает свое царство не как избранник божий которого а пророк шмуэль самуил помазал священным елеем на царство и вначале шауль проявляет себя как храбрый толковый военачальник и а и тему упрочивает свое положение как царь однако вскоре он послушая проявляет непослушание богу и шмуэль объявляет ему что господь отверг его за это бог открывает шмуэлю также что новым царем вместо шауля следующим царем израиля будет давид и посылает его совершить над давидом обряд помазание священным елеем которым свое время был помазан первый царь израиля шауль а от шауля тем временем дух божий отступает и временами те его начинает мучить злой дух давид же сначала становится оруженосцем шауля а затем он побеждает голиафа знаменитая история давид и голиаф а и таким образом он постепенно становится военачальником и делает себе военную карьеру можно так сказать то есть его популярность растет с каждой новой победы израиля над филистимлянами над другими врагами и что происходит дальше шауль понимая что дух божий уже отступил от него и теперь очевидно с этим молодым человеком пытается его устранить он видит в нем угрозу себе и своей династии прежде всего своему сыну ионатану вот сначала пытается устранить его руками филистимлян потом он пытается сделать это сам и понятно чисто по человечески вполне что он делает однако что делает давид давид какой-то момент решает уйти в укрытие и становится беглецом но шауль не успокаивается он начинает преследовать его он гоняется за ним по всей стране и ее окрестностям однако безуспешно потому что господь бог хранит своего будущего царя господь хранит давида более того давиду дважды предоставляется возможность убить шауля и вот тут начинается самая интересная часть этой истории о помазаннике господи первая такая ситуация описана в двадцать четвертой главе первой книги царств шауль преследуя давида а заходит где-то примерно в районе энгеде понуждев ту самую пещеру где по совпадению или не по совпадению прячутся в глубине этой пещеры давид и его войны парни давидов поняв что у них есть прекрасный шанс убить шауля говорят ему вот день о котором господь говорил тебе когда я придам врага твоего в руки твои и сделаешь с ним что тебе угодно давид вначале колеблется а это очень ясно видно в тексте библии но затем он отказывается и говорит да не попустит мне господь сделать это господину моему помазаннику господню чтобы наложить руку мою на него ибо он помазанник господень это седьмой стих 24 главы первой книги царств вот где мы встречаем это выражение поднять руку на помазанника господня затем вторая подобная ситуация описано в двадцать шестой главе давид вместе с одним из своих воинов ночью пробирается в стан шауля прямо в его шатер шауле вся его и охрана и вся армия спят как убитые и спутник давида говорит ему предал бог ныне в руки твои врага твоего и так позволь я пригвожу его копьем к земле одним ударом и не повторю ударом что отвечает ему давид не убивай его ибо кто подняв руку на помазанника господня останется не наказана в обоих случаях мы встречаем вот эту фразу поднять руку на помазанника господня но какое отношение она имеет к тем ситуациям в которых оказываемся мы с вами прежде всего давайте отметим что поведение шауля очень отличается от поступка ну например ноя который выпил лишнего и лежал в своем шатре неодетым но если и согрешил то уж исключительно перед богом но не перед людьми а он никому не причинил зла и в то время как шауль не убил давида лишь потому что господь не допустил этого однако покушение на его жизнь он совершил немало и так первое что мы с нами должны понять мы им делаем дело с грехом когда мы оказываемся в какой-то ситуации когда нам причинено то или иное зло нам нужно понять во первых имеем ли мы дело действительно с грехом или все-таки с чем-то качественно другим а то есть вы уверены что против вас действительно совершен грех или же может быть вы стали жертвой какого-то недопонимания недоразумения а может быть просто технической ошибки второе но не только никому не причинил зла но и не имел этого в мыслях очевидно в то время как шауль принял твердое решение убить своего верного слугу и воина и упорно пытается это сделать если бы копье шауля поразило давида это было бы не в результате дружеского огня как мы сегодня в израиле называем ситуации когда наши же израильтяне гибнут от огня от выстрела солдат израильской армии вот это было бы совершенно преднамеренным убийством и намерение это очень важный фактор потому что грех начинается именно с него с намерений нашего сердца с вектора нашей воли и поэтому я снова задаю вопрос вы уверены что зло причиненные вам было намеренным откуда у вас такая уверенность мой следующий вопрос человеческое сердце ведь в принципе ведомо одному лишь господу богу и до тех пор пока человек не заявил о своих намерениях вслух или у нас нет других неопровержимых доказательств мы не имеем права подозревать его взлом умысле то есть если вам не дадали например сдачу в магазине то это еще не означает что кассир вор это могла быть просто ошибка пока поэтому с нашей стороны назвать этого кассира вором будет хуже чем с его стороны обсчитаться мы оклевещим невиновного человека третий момент если против нас все-таки совершен намеренный грех и у нас есть тому доказательство то мы конечно имеем полное право обличить этого человека в его грехе мы видим здесь также на примере давида что давид не притворяется будто бы шауль он такой белый и пушистый и он не продолжает служить в его в армии как ни в чем не бывало после нескольких покушений на его жизнь во первых он спасается бегством во вторых при встрече он говорит шаулю ты ищешь души моей чтобы отнять ее с другими словами ты хочешь меня убить и тут уже совершенно не важно что он это говорит помазаннику господню хотя шауль и помазанник в разговоре с ним давид называет вещи своими именами и в этом мы должны следовать его примеру я думаю по крайней мере можем следовать его примеру и шо говорит нам если согрешит против тебя брат твой пойди и обличи его между тобою и им одним если послушать тебя то приобрел ты брата твоего четвертый момент отношение давида к шаулю как к помазаннику господню проявляется в том насколько уважительно он говорит с ним несмотря на тяжесть греха шауля с одной стороны и полную невиновность самого давида с другой а он называет его отец мой он называет его царь израиля тем самым отделяя его статус от его поступков для давида шауль по-прежнему царь несмотря на то что дух божий отступил от него и несмотря на то что ведет шауль себя совершенно недостойно своего царского звания своего высокого звания и вот этот момент мне кажется нам с вами очень важно уловить потому что давид к тому времени а уже не тот мальчик пастушок которым он впервые встретился с шаулем а он уже опытный воин за плечами которого много побед победы уже не только над львами и медведями а и над врагами народа божьего над врагами израиля он сам уже к тому времени помазан священным елеем и в этом смысле тоже вполне мог бы считать себя помазанником господним однако в его словах когда он говорит с шаулем мы не находим ни намека на гордость а он по-прежнему мал в собственных глазах и относится к шаулю соответственно со всем уважением который полагается царю несмотря на то что чисто по поступкам а в этой ситуации давид гораздо правее его и в этом мне кажется есть великий урок смирения для нас с вами пятое и самое важное давиду дважды предоставляется возможность разделаться с шаулем и дважды он отказывается делать он говорит о шауле так пусть поразит его господь или придет день его и он умрет или пойдет на войну и погибнет меня же да не подпустит господь поднять руку мою на помазанника господне другими словами давид отказывается мстить за себя что было бы вполне естественно давайте задаем вопрос а почему он отказывается мстить за себя может быть месть за себя вообще не характерна для давида может быть он готов всегда по-христиански подставить вторую щеку каждому кто его ударит по другой щеке из истории которая рассказана в двадцать седьмой главе первой книги царств мы видим что это совсем не так а когда не человек по имени навал поступает с людьми давида очень нехорошо только вмешательство может сказать заступничество его жены по имени авигаль в русской библии кажется это вигея а только это заступничество отращает неминуемую месть давида и его воинов так что рисовать давида этакой пушистой овечкой было бы мне кажется неправильно тогда все-таки почему же он отказывается убить шауля а кто подняв руку на помазанника господня останется ненаказанным этот риторический вопрос давид задает своему другу который сопровождал его ночью в стан шауля значит но в этой ночной вылазки туда и о чем эта фраза говорит очевидно в его мышление помазание господень эта фигура с которой лучше скажем так не связываться а то что он в это действительно верит виды из второй книги царств главы 1 когда он велит убить того человека кто добил а умирающего шауля причем добил по его же собственной просьбе но откуда вот эта мысль а что помазанник это человек с которым нельзя поступать также как можно было бы в принципе поступать со всеми прочими обидчиками это за может быть заповедана открытым текстом в таре насколько я знаю такой конкретно такой заповеди нет вторе однако тем не менее тара выносит смертный приговор всем тем кто покушается на что-либо святое то есть нарушение святости субботы богохульство а самовольное изготовление священного елея или помазание этим елеем посторонних все это карается смертью и поскольку елей был предназначен для посвящения богу то и все кто был им помазан тоже приобретали священный статус очевидно статус сопровождавшийся физической неприкосновенностью и на это костным образом указывает например а история которая есть в 21 и 22 главах первой книги царств там описывается что пока давид все еще скрывался от шауля ахимелех священник из города номфа помог ему дав ему хлеба а также меч голиафа шауль узнав об этом разгневался на химелеха и приказал убить и его и всех священников из его клана жену живущих в номфе в этом городе в общей сложности их было 85 человек священников которых он приказал убить однако написано слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников господних это написано в 17 стихе 22 главы еще одно косвенное указание на при неприкосновенность который обладали помазанники то есть люди помазанные священным елеем это то что давид называет шауля отец мой а что касается родителей то тараза поведают предать смерти того кто не только убьет отца или мать но даже того кто злословит их конечно эта заповедь относилась естественно к физическим родителям но если царя и пророка люди называли в то время отец а скажем пророка илиша то есть елисея цари израиль называли именно так отец мой они обращались к нему то ясно что и отношение к этим людям тоже ожидалось соответствующе однако в этом месте мы должны снова остановиться и спросить себя ну хорошо предположим что давид действительно и в этом мыслил правильно и с помазанником господним нельзя было поступать так как с обычным обидчиком то есть не помазанным священным елеем но это все было в синайском завете когда помазание божье было на считанных людях а скажем на священниках на царях и на пророках сегодня то можно сказать мы в новом завете до возражение такое поэтому что все мы помазанники какое же отношение вся эта замечательная история из жизни давида и шауля их сложных отношений имеет сегодня к нам живущим в новом завете верующим в мессии ешу это очень хороший вопрос я постараюсь на него ответить следующей нашей программе спасибо шоу а